Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Окончательные итоги индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который недавно закончился в Словении, мы с вами подвели в одном из предыдущих видео. Чемпион Европы немец Матиас Блюбаум, но остался незакрытым один вопрос. А как же этот турнир закончил украинский гроссмейстер Руслан Пономарев? Обзор на одну из партий которого мы с вами уже делали. В данном видео рассмотрим партию последнего тура, в которой Руслан Пономарев играл белыми против чешского гроссмейстера Петера Михалика. В этой паре именно Руслан Пономарев был рейтинг-фаворитом, да и статус его, конечно же, повыше. Но это все досужие рассуждения, а совсем иное дело – реальная партия, в которой решалось многое. Конечно, Руслан Пономарев, который имел перед этим поединком 7 очков из 10, реально на первые призы не претендовал. Потому что и коэффициент украинского гроссмейстера был хуже, но и очков не хватало. Все-таки у лидеров было на полочка больше. Но в этой партии решался также вопрос денежного приза. В этом чемпионате предусматривались весьма солидные призы, не только за первые три места. Поэтому на данный поединок оба соперника вышли во всеоружии. Руслан Пономарев в этой партии применил довольно интересный вариант. В дебюте, отдав слона за коня соперника, предоставил Михалику преимущество двух слонов, но при этом испортил ему пешечную структуру. И в дальнейшем должно было решиться, что же в конце концов перевесит – динамические факторы черных, либо статические белых. Итак, е4 сыграл Руслан Пономарев в ответ е5, конь f3, конь c6, слон b5, испанская партия. Черные отвечают берлинской защитой, конь f6, Руслан Пономарев избирает антиберлин, d3. Слон c5, c3, рокировки и черные играют d6. В этом положении украинский шахматист избирает ход ладья е1. Белые, защитив пешку е4, хотят сразу же сыграть d3, d4, нападая на слона. Поэтому а6 играют черные, первыми нападая на слона соперника. В этой позиции в духе испанской партии было все-таки сохранить слонов, отойти на а4, но Руслан Пономарев делает ход слон b6, следуя рекомендациям десятилетней давности, которые были опубликованы в известной книге Романа Овечкина и Игоря Лысого «Берлинская защита». Украинский гроссмейстер, отдавая своего испанского слона, делает ставку на атаку испорченной пешечной структуры черных на королевском фланге. При этом, конечно, не забывает и о центре. По-прежнему на повестке дня ход d3, d4. После bc Овечкин и Лысый рекомендуют сразу сыграть d3, d4. И далее такой вариант. Слон b6, h3, препятствуя ходу слон g4, ладья e8 и размен на e5 с переходом в интересное многофигурное окончание, в котором, согласно выводам известных гроссмейстеров, у черных полная компенсация за испорченную структуру на ферзевом фланге в виде пресловутого преимущества двух слонов. Но в нашей партии Руслан Пономарев ход d4 делать не спешит. Украинец связывает коня ходом слон g5. И после h6 слон h4 Петеру Михалику нужно было решить, как же избавиться от этой связки. Забегая наперед, скажу, что избранный черными план сомнителен. Чешский шахматист пошел сначала ферзь e7, затем сыграл ферзь e6, потратил много времени, но в конце концов так и не решил проблему коня f6. А нужно было просто сыграть g5, не опасаясь типичной жертвы коня за две пешки. После ошибочного конь бьет g5, hg, слон g5, черные могут одним ударом разрубить этот гордьев узел. Они забирают на f2, далее вот такая вилка, развязываемся, ферзь бьет g5 и у черных большой перевес. Поэтому после g5 Пономареву пришлось бы отойти на g3, но далее слон g4 и уже связка коня f3 для белых неприятна. Здесь позиция примерно равна. Но, как уже было сказано, чешский гроссмейстер сыграл ферзь e7 и после конь bd2 пошел ферзь e6. Пономарев наконец сыграл d4, слон b6 и ферзь a4. Белые приступили к реализации основной фазы своего плана – атаки пешек на ферзьевом фланге. Возникла одна из критических позиций этой интересной партии. Тут Михалику следовало все-таки отдать одну из пешек и постараться развить активность, используя своих слонов. Заслуживал внимание ход ладья b8 с тем, чтобы на ферзь c6 сыграть слон b7. После отхода ферзя черные забирают на d4 и сразу брать cd нельзя по причине размена на c4 и потери пешки e4. Поэтому, прежде чем обратно взять на d4, белым нужно сначала разменяться на f6, но после cd ладья fe8 ладья d1 черные играют d5, временно жертвуя пешку и обеспечивая активизацию своего белопольного слона. В этом положении два слона черных являются достаточной компенсацией за минимальный материальный урон. Но чешский гроссмейстер сыграл иначе. Он разменялся на d4 и тем самым дал свободу сильной пешке белых. Далее конь d4, нападая на ферзя, произошел размен. Черные по пути еще и преимущества двух слонов лишились. Теперь компенсации за испорченную структуру на ферзевом фланге у Михалика нет. Он защитил пешку ходом слон d7, но ходом ферзь a5 Пономарев напал на другую и заблокировал третью. Черные поняли, что пассивная защита обречена на неудачу. И ходом ладья fb8 Михалик активизирует свою ладью, контратакуя пешку белых. Но f4 играет Пономарев, оставляя пешку на b2. В случае взятия на b2, белые продолжали путь своей пешки и после ферзь e7, ферзь c3 нападали на ладью. На отход ладья a d1, полностью консолидируя свои силы, ладья e8, ферзь f3. Связка коня f6 по-прежнему неприятна. Ход g5 уже не сделаешь по причине взятия на проходе, мешает пешка f5. Ну а белые готовы усилить давление на связанного коня переводом своего коня на h5. Тут у белых серьезный позиционный перевес. Поэтому после f4 чешский шахматист сыграл ладья b5, напав на ферзя. Пономарев отошел на c3, прикрыв пешку b2. Конь h7. Черные вроде бы решили основные свои проблемы. Они развязали коня, но f5 играет Пономарев и после ферзь e8 ставит пешку на b3. Все же слабости черных на ферзьевом фланге носят хронический характер. c5 пойти не удается, последует a4. Поэтому f6 играет Михалик, беря под контроль поле g5 и открывая диагональ для ферзя. Но белые играют a4, прогоняют ладью и ставят слона на g3. Очевидно, украинский шахматист уже готов сыграть e4, e5, прорываясь в центре. Черные убирают ферзя из-под рингена ладьи, та становится на e3, ладья b8, ладья f1, слон e8. И в этом положении у белых был довольно приятный выбор. Можно было сыграть слон f4, открывая путь своей ладье и далее угрожая пешке h6. Это атака на королевском фланге. Но Руслан Пономарев все-таки действует более логично и прорывается в центре, играя e5. Ферзь d5, отвечает Михалик. И в этой позиции тоже был выбор. Можно было перебазировать ладью на c1, давя на пешку c6. Но ферзь c4. Руслан Пономарев принимает решение перейти в эншпиль. После de, de, ладья b4, ферзь бьет d5, сыграл украинец и на cd задвинул пешку на e6. Это вскрытое нападение на пешку c7 и создание мощной защищенной проходной. Ладья c8, играют черные, защищая пешку, ладья c3. Вновь нападение c6. Посмотрите на легкие фигуры черных. И слон e8, и конь h7 ничем особо не занимаются и просто влачат жалкое существование. Все же белые фигуры очень эффективны. У Пономарева есть возможность усилить положение. Он играет слон d6, нападая на ладью. Та отходит, ладья f2, прикрывая коня. g6. Михалик пытается высвободиться из мертвого захвата Руслана Пономарева. Но тот, конечно, не выпускает соперника. Нападает на ладью. После ладья g4 играет h3. И на ладья h4, у черной ладьи уже не осталось ходов, g4. Полностью изолируя черную фигуру. Тем самым белые еще и поддерживают свою пешку f5. И не дают войти легким фигурам черных в бой. Черный слон совсем не имеет ходов. h5 играет Михалик. Пытается как-то разменять пешки на королевском фланге. И чуть-чуть получить пространство. Но ладья g3. И после конь g5, нападения на пешку, очевидный ход король g2 по-прежнему держит фигуры черных в партере. У Михалика не осталось ни одной по-настоящему активной фигуры. И его позиция проиграна. hg делает очевидный ход чешский шахматист. hg, король g7, слон e3. Руслан Пономарев, грамотно расходуя время, минует контроль, сохраняя решающий позиционный перевес. Сейчас он угрожает взятием коня и ходом f6. Поэтому конь вынужден отступить назад. Печальная необходимость. Конь f3. Белые же напротив идут конем вперед, что приносит им лишнее качество. Ведь ладья h4 не может отойти на безопасную позицию. Пришлось играть g5. Взяли, забрали ладья h3. Атака пешки h4. Уже тут можно было сдаться. Но Михалик сгоряча отдал пешку. Сыграл c5. После слон e3 понял, что предсмертный шах слон c6 ничего не изменит. И тут сдал партию. В итоге Руслан Пономарев выиграл важную встречу и улучшил свое турнирное положение. Украинский гроссмейстер набрал 8 очков из 11 и вошел в дележ третьего места. Но, как уже было сказано, коэффициент украинского гроссмейстера оказался не из лучших. И в конце концов Руслан Пономарев занял почетное седьмое место при более чем 300 участниках. Подводя итоги выступления знаменитого украинского гроссмейстера, следует сказать, что Пономарев действовал очень плотно и практично. Накатил на финише, выиграв последние две партии. Но все-таки, мне кажется, чрезмерное миролюбие Руслана Пономарева в первой части этого турнира не позволило ему сыграть еще более удачно. Это, конечно, сохранило ему силы для финишного рывка, но все же на ничьих, как известно, далеко не уедешь. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok